Друзья, очередная малышка в посадке привязана за шею к проволокой. Как по-вашему, что это? Дикая жестокость или быдлячья тупость? Что это и как это назвать? Кто мог привязать ребенка заранее, заведомо, обрекая его на смерть, спокойно и равнодушно? Это ведь однозначно больной урод, потому что нормальному человеку такое даже в голову не придет. Вот. Хорошие мои, как с этим бороться? Потому что сталкиваемся мы вот с таким чудовищным отношением к животным чуть ли не каждый день. Девочку назвали Арише. Ее спасло то, что она выла целую ночь. И ее услышали. А когда услышали, позвонили нам и сказали, что там собака воет, но мы ее боимся, к ней подойти нельзя. А ребенок просто метался от боли и от страха. Друзья, Аришу забрали. Сняли с нее кучу клещей. У девочки был пироплазмоз. Мы его пролечили. Несколько дней прокапали. И сейчас девочку стерилизовали. Малышка чувствует себя уже хорошо. Возраст у ребенка приблизительно 10 или 12 месяцев. То есть в пределах года. Ребенок еще испуганный. Но тянется к людям. И этого не отнять. У нас новая лохматая душа, ребята. Это Ариша. Но если бы только на этом можно было остановиться. Дальше, ребята. Очередная... Я даже не знаю, как сказать. Афера. Бессовестных людей. Наглых и бессовестных. И относится это, мое выражение, к тем, кто занимается отловом. Так называемым спасением животных. Эту маму мы назвали смешно и в то же время трогательно. Цыпа. Потому что только у такой цыпы могло родиться 11 малышей. И она над ними, как квочка. 11 детенышей. Вы представляете? К несчастью, девочка родила их под трубами, которые проходят вдоль окон девятиэтажки. И разумеется, когда малыши стали выползать, она стала их охранять. Поэтому было решено срочно вызвать отлов и убрать оттуда маму. Недавно на стройке точно так же поступили. Приехали, отловили маму, большого подростка и уехали. А малышей бросили. Совсем недавно этот случай был. Там позвонили, попросили помощи. Сказали, что чипированная собака родила детей. Я сначала думала, что я ослышалась. Переспросила. Да, ребята, у собаки в ухе клипса. Большая клипса с номером. И у этой собаки, которая по всем правилам должна была быть стерилизована, привита и выпущена, У нее почему-то оказалось одиннадцать малышей. Как это назвать? Какая сволочь, забрав деньги, не выполнила условия контракта? Кто занимается этим? И почему отлов животных доверяют непроверенным людям? Тем, для которых важна нажива, а нереальная помощь бездомным животным. Нереальная помощь нам, людям. Потому что стерилизованное животное не будет плодиться и не будет сбиваться в злобные стаи. У собак не будет течек и кобели не будут сходить с ума. Это будет просто стая, которая будет бегать по своей территории, никого не трогая. Это уже проверено, ребята. Проверено. Собаки озлобливаются, избиваются в стаи, только если есть течкующая девочка или есть самка, которая уже рожала. Именно поэтому были приняты вот эти законы об отловах, чтобы в первую очередь отлавливать самок. Как видите, отловили, поставили клипсу и выпустили обратно. Это чудовищно, ребята. И это может происходить, наверное, только у нас в России. Потому что большего беспредела я нигде не видела. Люди, благосостояние нашей страны зависит только от нас. Только от нас с вами. Наша доброта. Наша поддержка друг друга. Только это поможет нам выжить. Не замыкайтесь в себе, пожалуйста, что бы ни происходило. Сохраняйте тепло. Сохраняйте доброту. И отзывайтесь. Потому что этот мир — это не только наша квартира. Это наша планета. Та территория, где мы с вами живем. А выжить мы можем, только сплочившись. Нам необходимо добиться, чтобы был принят закон о всеобщей стерилизации собак, не представляющих ценности для разведения. Нам необходимо добиться этого запринятия закона. Просто необходимо. Иначе, ребята, деньги так и будут отмываться. Типа они пошли на бездомных животных. А мы, частные приюты, будем захлебываться в этих животных, щенках и котятах. Потому что помощи от государства нам нет. Зато куча правил, ужесточающихся с каждым днем. Я обращаюсь к вам, люди. Помогите нам, пожалуйста. Помогите нам не просто выжить. Помогите нам добиться принятия закона. И помогите нам кормами. И спасением этих животных. Мы вроде бы выбили же закон о том, чтобы ужесточить отношение к живодерам. Но на деле это пока, ребята, почти не работает. Я обращаюсь к вам. Ко всем, в ком сохранилась хоть капля тепла и доброты. Присоединяйтесь к нам. Вы — наша жизнь, ребята. Люди. Знакомые и незнакомые. Дорогие мои друзья, вы — наша жизнь. Храни вас Бог. Вы — наша жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok